Друзья, приветствую всех на канале, с вами Моралхира и в сегодняшнем ролике вместе с вами возвращаемся к тематике того самого Танкофонда, о котором дней так 5 не выходило в виде роликов, но есть сегодня о чем вместе с вами поговорить, потому что в последние деньки, наверное, особо уже не верил, что мы с вами забрать сможем очередное устройство в данном событии, но как вы уже можете наблюдать, мы вместе с вами добираемся до очередного устройства на этом событии. И в этот раз это у нас Магнум с замораживающим сердечника. Ну а обо всем попрятку вы, в свою очередь, обязательно в данном видеоролике поддерживайте активность в виде пальчика вверх, конечно же, если оказались впервые на канале. Подписывайтесь, прожимайте колокольчики, я в свою очередь напоминаю о том, что в скором времени у нас будут итоги розыгрыша, по-моему, личному тайгу создателя контента, а именно Immortal, привязывайте на стройках аккаунта, участвуйте в розыгрыше на большое количество кристалликов, а именно 2 миллиона. Ну и помимо кристалликов, вместе с вами разыгрываем 10 тысяч танкоина. Вся подробная информация есть на нашем сервере в Дискорде, присняйтесь, ознакомливайтесь, но и также не забывайте заполнять ту самую форму, которая есть в описании под этим роликом. Ну а я вам, друзья, желаю успехов и побед, ну и давайте потихонечку уже возвращаться обратно к сайту Танкофонда. Как я ранее говорил, мы вместе с вами все же добрались до этого устройства, которое, к сожалению, не одно из лучших в этом событии, то есть есть у нас, конечно, более интересный вариант, это на смоку гиперскоростный и также огнемет, который находится аж на 29 уровне. Так, давайте я быстренько перезайду, потому что не прогрузились иконки в Танкофондики, вот это гораздо уже получше. Получается, что мы с вами, как минимум, забираем кризис, но опять же кризис это та награда, которая, наверное, у большинства есть, хотя, возможно, как раз-таки и он немного дал буста в этом Танкофонде, потому что я наверняка знаю, что есть все же игроки, которые ради этого дрона кризиса и приобретали тот самый Танкофонд. Помимо этого, конечно, у нас уже будет получено 20 недельных контейнеров, это 100 тысяч кристаллов припасы, в принципе, тоже бонусом неплохо. Ну и к этому всему 30 обычных контейнеров, и мы еще с вами имеем шанс забрать, ну помимо этих двух устройств, 30 эпических ключиков, что в целом уже относительно тем самым предложением, которое у нас имеется в магазинчике, да, за 2000 Танкоинов, мы получаем больше, чем порой предлагают разработчики во время игровых событий, что является уже неплохим результатом. Плюс к этому всему, конечно же, 1900 игроков получат еще и 8000 обратно, то есть вернут Танкоины и даже останутся в плюсе после данного мероприятия, что уже приятно достаточно момент. Конечно же, было бы вообще идеально, если бы мы добрались до самого конца, но похоже в наших реалиях сейчас это очень непросто сделать, потому что по-прежнему остаются игроки, которые не поучаствовали по тем или иным причинам. Вы, кстати, пишите обязательно в комментариях, будет интересно узнать ваше мнение и мысли на этот счет. И еще один такой интересный аспект, на который лично я обратил внимание, что Танкофонд у нас, получается, будет где-то примерно до 5-го числа, что дольше, чем обычно. Почему? Потому что гранд-финал у нас уже завершился, как раз-таки Реднотис против Лавсиков. Сыграли матч, в котором Реднотис бесспорно побеждает со счетом, по-моему, 4 или 5-0, то есть ни в одном раунде у Лавсиков, к сожалению, не получилось забрать победу. И у нас ранее всегда было так, что до данного матча, до гранд-финала, до финального боя, до 8 часов Танкофонд у нас заканчивался. То есть это должно было произойти и вчера, еще вечером. Но в этом Танкофонде по датам я уже смог сориентироваться и понял, что мы еще вместе с вами целых 5 дней имеем в запасе. Тем самым те же эпические ключики, возможно, модуль броненосец, а я знаю, что есть зрители, которые до сих пор не обладают данным модулем. Мы в неком плане еще можем попробовать добраться до него и тем самым получить. Конечно, пока маловероятно, но опять же, я даже не верил, что мы с вами доберемся до того же Магнума. Возможно, завершим как раз-таки на недельных контейнерах. Но потихонечку все же темп у нас возрос и у нас на протяжении 4 ближайших дней все шансы как минимум до 30 эпических ключиков дойти, что уже может быть приятным для многих бонусов. Ну а если уже говорить про бусты, которые есть возможность еще приобретать, те самые, которые позволяют вам увеличивать вашу индивидуальную награду. То есть, если мы общими силами, результатами и не добрались до какого-то уровня, вы можете сами свой личный уровень повысить и тем самым забрать либо смоки, либо же уже легендарный ключ. Получается, что наверняка гарантия равна, имеют ребята возможность забрать, если ранее уже вами приобретались те самые бусты. А вот, к сожалению, до огнемета это, наверное, останется неким таким эксклюзивом для каких-то дальнейших ивентов, в которых может быть вновь подобное устройство появится. Поэтому жду от вас комментариев, обязательно ролик поддерживайте пальчиком вверх. Также, в свою очередь, не забывайте о том, что вы можете поддержать канал, став спонсором того или иного уровня по вашему желанию. Ну и, конечно, тем самым получить дополнительные бонусы в том или ином виде, о которых вы можете ознакомиться по ссылочке в описании. Ну и, конечно, тем самым мотивировать меня на новые ролики по танкам онлайн. Если оказались первые, подписывайтесь, прожимайте колокольчики. Ну а с вами был Иммортал Хиро, желаю всем хорошего дня, ну и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok